друзья всем привет в общем этого видоса быть вообще не должно ну выяснилось некоторые обстоятельства по которому видос запилен будет и скорее всего это будет видео отчет заказчику о проделанной работе так что кому мужики не интересно все уже все все знают все все видели не смею задерживать спасибо что досмотрели до этого момента ну а кому интересно смотрите видос дальше по большому счету здесь будет просто видео отчет погнали так ну чё дымок пошел минус 5 вода ведре замерзла надо слить или занести его сюда помещение затопил короче пока там щепок накидал потом от этих три чурбака хватит на весь день и так значит мост укорочен на колею 70 вот видосы есть все все знают по этому моменту полуоси также укорочены наживлены но еще не обварена вот когда наживлял до запиливал держишь на станке заметил вот эти вот точки до видно до 1 . вторая . сделана либо керном либо зубилом вот такие вещи встречаю первый раз что это за точки кто знает конечно же это метки это метки человек пометил свои полуоси чтобы они к нему вернулись как говорится доверяй но проверяй возможно подумал что я буду менять какие-то моменты или там с ними манипуляции выполнять манипуляция одна сделать их короче чужие мне полуоси не нужны со своими прозабраться это по ним да ладно не обратил внимание сначала изначально чулок тоже помечен не знаю в чем разница чулок и чулок все равно обрезать вопросов нет хорошо говорится человек человеку надо чтобы он к нему вернулся вернется не переживать карабас также с крестом помечены изначально мужики по чесноку стану редуктор тоже мечен изначально здесь свежать свежачайшие даже блестят еще вмятины на гайке их раз два три штуки вот изначально думал соберу мост я сейчас пока поговорю потом уже будет показывать все остальные момент думал соберу мост полностью да там поставлю новенькие сальники там намажу герметика прикручу редуктор чтобы только осталось залить масло ну соответственно поставлю же там тормозные эти колодки барабаны то есть в мост должен был быть в сборе вот ну нет судя по такому вот вот этим моментом человек не уверен не уверен да в том что я что-то могу здесь правильно сделать либо там еще там что может быть это мои мысли сейчас выражаюсь поэтому сальников у меня новых не привозил поэтому эти сальники просто пойдут комплектом обратно может также собирать я не буду не буду в мост ставить полуося пускай их проверяет на качество сварки смотрит на метки ну что но сипа не были закручены как бы он посмотрел его полуося это или не его поэтому поедут они также назад к нему в разобранном виде возможно для человека это важно вот карабас карабас судя по салу конечно он отмытый судя по салу которая не отмылась не знаю состояние сальника передней вот этой крышки поэтому хотел я его открутить видели да как я размечаю это дело чтобы ровненько обрезать но раскручивать я не буду возможно это важно обрезаться будет на месте сальник поменяет сам раскрутит крышку разберет все выбьет соберет также не буду вскрывать поддон смотреть там все эти синхроны все эти зубы на месте ли не на месте сделает сам чтобы меня не проверять мало ли лишних как говорится претензий не было вот здесь будет ставится мужики звезда то есть вертолет у меня уже готовый проточенный звезда в варено единственное что я заберу себе это вот этот вертолет вот что такое люфт откручена она откручена хотя вот зашплинтована ну гайка отпущена интересно прям сальнику здесь капец судя по вот этим всем моментам жирным которые даже не отмылись сальник тоже менять не буду поставлю звезду вот она мне же комплект готовый речь у нас шла за комплект звезд поставлю все на место настрою пускай меняется чтобы меня не проверять возможно потечет скажет хреново сделал поэтому исключено вот этот болты вот гайки привез человек болты гайки вот здесь вот я отсюда даже ни одного болта брать нибудь я поставлю наживлю все на свое все на свое потом разберу и заберу вот человек привез чек заберет ровно столько сколько он не привез металла килограмм все собирается мужики собираю вот обрезанные вот эти части все обрезаны вот эти вот уши все все это поедет назад мне чужого не нужно это уже повторял тысячу раз те кто меня знает лично прекрасно понимают о чем я говорю редуктор троечный я его даже наверное трогать не буду я соберу на своем чистом редукции мост я имею настрою мост по отношению к раме вот он весь соли редуктор абсолютно также требует замены здесь сальника сам сделает вот я поставлю на чулок свой редуктор прикручу звезду настрою по отношению коробки или коробку по отношению да там к редуктору редуктор по отношению к раме все сниму и заберу пускай чистит сам метки стоят сейчас не дай бог что-то с ним вот такие дела вот эти вещи вообще трогать не буду барабаны 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 я думаю здесь вообще дыра какая-то видать или доставали ли выбивали здесь здесь так в общем это не важно заберет как есть вот это сало с этой стороны вот я даже трогать не будут эти вещи колодки это все под замену абсолютно абсолютно все под замену тоже тут наверняка это все дело меченая как есть сборе поедет назад мне чужого еще раз повторюсь не надо диск привез сцепление сюда под шкив шкива у меня нет точить я его тоже не буду я не продаю шкивой точеные из барабана придумает сам возможно будет там полноценное сцепление за это речи не было все металл я еще не приносил металл также мы перемерили возле машины рулеткой написанный метраж еще раз на камеру перемеряю буду резать с определенными размерами сколько взял чего взял вот свой металл я использовать не буду не буду использовать уголки свои там буду делать все еще и швеллер швеллер разрезается получается уголок вот такие вот дела все на этом пока возмущение закончились коробку не вскрываю мост настраиваю но не собираю продолжаем видео отсчет так полуоси сварены впрочем как и всегда зарезается это наискось сваривается сейчас это все дело зачищаю растягиваю газовый резак потеплело на улице дверь открывался дым выпускал ведре вода он замерзла печка на автономке плюс 3 на улице уже топить не буду в помещении здесь плюс 15 18 так зачищаю резак делаю отпуск выравниваю и так зашлифовал сварку все это дело сейчас пока выглядит таким образом но те кто следит за каналом процесс не изменен у меня знаю да как делается и что в итоге получается но сейчас мы посмотрим тисочки кстати помогают офигенский болтом одним прикрутил никуда не двигаются очень удобно быстренько и вращать здесь и шлифовать в нужном мне направлении пускать искры вот куда смотрит отрезной туда смотрят и искры там у меня полностью весь абразив будем то греть в том углу все ровняю несу сейчас станочек свой ровняю ну вот начал пилить осталось вот эту часть еще перевернул нет они потеки не специальник вот сюда уже постояла была чистенькая вот такие дела колокол отпилил и практически с первого раза все получилось единственное вот кусочек вот здесь промашечка вышла это подровнял и вот эти вот ребра тут два штуки жесткость вот они а так получилось на вас нет пилить очень даже ровненько говорится глаз наметан а ну сколько их перевозить все меняю сейчас поставить на звезду и начинаю наверное варить раму так на полуоси после отпуска и центровочки так сказать выравнивание выглядят вот таким образом вот одна вот полуоси другая понятно что здесь толще здесь тоньше ну все она сейчас отцентрована что пошли сам что по посадочному что здесь просто идеально метки на месте сейчас собираю все это дело на мост и проверяем проверяем на биение колеса кстати металл металл занес здесь сейчас рулетку возьму все это перемеряем в общем собрал мост ну как собрал на шаблон поставил посмотреть длину полосей не ошибся ли я с расчетами вот пришлось мне разобрать мост с этого думпера моего будущего так полуось за под лицу полуось если видно за под лицу то есть до пальца сателлитов не достает также проверяем крутим одну смотрим редуктор крутится то полуось стоит на месте можно сказать да дергается понятное делоешь вращаю все таки шестерни бегают также нет крутим редуктор вращается здесь тоже стоит на месте и проверяется еще так вот редуктор вращается и обе вращаются закуса значит нет соосность отличная на два болта восьмерочки прихватываю просто чтобы они не выскочили и ставлю колеса накинул колеса барабаны поставил свои они сухие не мазутные ну и соответственно проверяем центр колеса и здесь центр колеса в общем как планировалось говорится по накатанной схеме уже все это делается с точностью можно до миллиметра мост будет стоять правильно сапуном вверх редуктор будет стоять хвостовиком вниз в общем я еще покажу сейчас его подвешу краном на восьмерочку еще круто ну убедиться и показать хотя человек сам это еще будет щупать смотреть тысячу сто миллионов раз так поднял краном поставил ведро обрезки туда скидываю но он в натяжке стоит чтоб не крутила его вот он невозможно раскрутить колесо смотрю на швы на плиточную проверяю на восьмерочку довольно таки неплохо и следующая не то что неплохо и и нет вот такие удела все на восьмерку проверен на колью проверен что еще на закус проверен можно вваривать точнее оставить раму устанавливать и делать крепление моста мост будет съемным но если потом посчитает нужным самому приварить на ухо так но открутил флянец вот этот вертолет да гайка вообще от руки открутилась просто взял так и и открутил но дело не в том я думаю видно прекрасно каком состоянии внутри карабас там жижечка конечно капец его надо вскрывать полностью вымывать потому что там вода в нем но это не мои дела все сейчас это дело ставим сюда неудобно и коробку держать и одевать сейчас поставлю и продолжим все мужики поставил звездочку сюда на коробку вернул все на место вот эти вот шайбухи резинка которая была вдруг она мечена сюда шплинтик воткнул свой редуктор вот он чистенький сухой приятно в руки брать буду настраивать на нем все корпуса одинаковые он потом снимется не чуть поставит свой меченый редуктор сюда никаких проблем когда уже будет собирать так вот этот вертолетик повторюсь еще раз забираю в качестве компенсации лицевой части здесь напомню стоит моя лицевая часть с моими звездами звезда 13 зубов звезда 26 зубов вот это единственная запчасть которую я забираю меньше сюда поставить уже звезду допустим на 12 зубов не представляется возможным потому что цепь она проходит уже там для сварки места не остается вот самый минимум можно воткнуть 13 зубов все здесь понижение получается в два раза так там уже темно конечно все на улице сваркой работать не буду на мороз тянет опять завтра займусь рамой то принципе уже завтра должно все готово быть если ничего не помешает установка моста установка коробки и 2 рамы будут сварены на этом все как говорится шабаш что и и и и и и и и